Здравствуйте! Сегодня должна была быть лекция про наследование. Пока я ее готовил, я понял, что надо прочитать еще одну, а именно про сам класс, что он у себя представляет и как с ним работать без наследования. Но перед тем, как сюда прийти, я посмотрел домашние работы, и там у меня в принципе был один важный комментарий, что вот смотрите, надо было написать метод, проверяющий скобочную последовательность на правильность. Получается, что этот метод вызывается много-много раз. И внутри этого метода люди берут и создают инстанс объекта arrayDecue. Вопрос, кто может, ну то есть были люди, которые правильно сделали, но их было очень-очень мало. Собственно вопрос, чем это плохо к вам и как можно сделать по-другому, как можно не создавать на каждый заход в метод новый инстанс arrayDecue? Ну и может быть просто есть мотивация еще у тех, кто так делал, это как-то осознанно было сделано. Может можете еще защитить это решение. Ну вы не можете передавать стэк как аргумент, потому что у вас не такая сигнатура метода. Ну вот, хорошо. Это как бы правильное решение, что у вас все статик. И когда люди писали статистику, они же все правильно сделали. Вы взяли эти поля для статистики, вынесли их в статичное поле и его использовали в двух методах. Соответственно, в самой проверке накручивали счетчик и в методах статистики выводили. Но со стэком так люди не делали. Вот, отлично. То есть правильное решение, надо было вынести этот стэк в поле, один раз проинициализировать и потом вызывать clear в методе проверки скобочной последовательности. Ну другой подход был бы, если бы просто вы взяли бы массив чаров. Ну, собственно, здесь домашнее дописано, которое я вам скидывал. И там была ограничена строчка 100 символами. То есть вы точно знаете, какой длины максимальной может быть эта строка. Там даже ничего чистить не надо было. Если взять чар, массив и указатель, то его можно легко сбросить на начало. Вот, тогда другой вопрос. А чем плохо-то создавать каждый раз новый инстанс ArrayDecue? Ну или чего бы то еще? Ну, время, как минимум, создается подольше, чем чистится. Ну, допустим. Ну, это так. А еще? Ну да, получается, смотрите. Дело в том, что вы, когда создаете, пишете ключевое слово new, вы создаете новый объект. Этот новый объект пытается выделить себе место в памяти. То есть Java идет в память, если у него не хватает, идет к систему, просит еще кусочек. Если хватает, то находит место у себя. А та старая ссылка, она garbage collector в какой-то момент удалится. Ну, если вы посмотрите в метод clear, то формально там просто сдвигаются указатели. То есть там ArrayDecue, там есть два указателя на начало и на конец, и в clear они просто смыкаются. Ну, то есть Decue заполнено, остается, но он сам внутри себя считает, что он пустой. И так можно было бы делать просто с массивом чаров. Да, что вы берете, указатель сдвигаете в начало, и вам без разницы, есть там что-то или нет там чего-то. Главное, что вот есть ваш указатель, и он указывает корректно, потому что при каждом заходе вы просто будете перезаписывать все элементы сначала. Ну, в общем, да, плохо это тем, что когда вы пишете new, вы потребляете новую память. Это раз вы выделите, тратите какое-то время на это все создание, и garbage collector приходит и начинает тратить еще свое время и ресурсы, чтобы память почистить, когда она заполнится. Вот, то есть если кто-то будет так сдавать, я не буду это принимать. Не делайте arrayDecue, new внутри самого метода. Вынесите его в поле статичное. Соответственно, сегодня будет про объект-класс, немного про приведение типов и методы. Собственно, еще про методы, потом про инициализацию параметров в классах, про вложенные классы и про четвертые домашние. В общем, так как вы уже несколько домашних сделали, то вы, в принципе, в курсе, что такое класс, да? В самом простом варианте это просто ключевое слово, какое-то название и фигурные скобочки. Этого достаточно, чтобы создать в Java класс. Окей, что он из себя представляет? Ну, то есть, смотрите, у вас весь код был, находился так или иначе, внутри какого-то класса. Не существует кода в Java, который бы был вне классов. То есть в Kotlin там еще как-то можно написать функцию вне, то в Java все внутри классов. Соответственно, класс — это базовая сущность такая в языке. И формально это представляет из себя какой-то шаблон объекта, но не сам еще объект. То есть это то, как себя объект должен вести, если он создастся. Соответственно, объектом называется экземпляр класса. Когда вы пишете как раз это new, вот в тот момент создается объект. При этом класс — это что-то, что содержит какие-то данные. Ну вот на той первой картинке там, в принципе, никаких данных не было, казалось бы. Но если посмотреть и создать экземпляр, то там все равно это будет занимать место в памяти. И даже класс, который без каких-либо полей, все равно будет занимать место. Ну и дополнительно к этим данным в классах есть методы, которые позволяют вам с ними взаимодействовать. Соответственно, класс — это такой интерфейс. Не тот интерфейс, который в Java, да. Это как бы способ взаимодействовать с внутренними объектами через методы. Ну так по-хорошему писать. Потому что можно на Java писать и так, что если у вас там поля публичные, либо еще какие-то видимые, то можно к ним обращаться вне методов. Ну и, соответственно, да, что это какой-то каркас объектов, который описывает взаимосвязи между ними. А сам объект — это уже, то есть класс — это каркас, а объект — это уже какая-то физическая сущность, да, которая у вас реально занимает место. Если посмотреть на класс чуть более ближе, но все еще без наследования, то он выглядит как-то так, да, что вы пишете какой-то модификатор доступа у класса. Ну, вопросик, что вы можете его не писать. Это не совсем уж обязательное поле, ну, ключевое слово. Потом вы пишете keyword class, пишете его название, фигурные скобочки. Дальше тут можно объявить поля. У полей, соответственно, тоже может быть, может не быть модификатор доступа. Еще какие-то ключевые слои между этим. Тип, название. И, соответственно, вот если вы пишете просто, то это переменная экземпляра instance variable. Если вы пишете static, то это переменная класса. Это не переменная экземпляра. Ну и можно еще полям задать какое-то дефолтное значение. Плюс в классах есть еще методы. Они задаются как тип. Там еще дополнительные ключевые слова. Статик, модификаторы доступа, дженерики. Вот у них там есть название, список параметров и какое-то тело у метода. Ну, тело может быть пустое. Например, если возвращается void, то тело, в принципе, можно не писать. Ну и если вы хотите этот класс запустить, то вам нужно, чтобы там был явный метод в сигнатуре public static void main и массивом стрингов. Тогда это может стать точкой входа в вашу программу. Соответственно, как этот класс теперь создать? Вы пишете название класса, вы пишете название переменной, в которую положится экземпляр. И если сразу поставить точку запятой, то эта переменная приравняется к now. После чего можно взять и все-таки написать new. И вот в этот момент, то есть new, название класса, называется конструктор. И вот в этот момент начинает выделяться память и создаваться все поля. Кроме статичных, потому что статичные создаются один раз при инициализации. То есть есть инициализация класса, а есть инициализация экземпляра класса. Соответственно, static создается раньше, а экземпляр создается после слова new. Ну и у каждого экземпляра будет свой набор переменных экземпляра, но у каждого экземпляра будет... То есть у всех классов будут общие статичные переменные и статичные методы, а не статичные переменные будут у каждого экземпляра свои. Ну и можно создавать по-другому, да, можно создавать сразу. Название класса переменная равно new. окей вопрос для самопроверки да как бы кому принадлежат статик поля отлично давайте теперь проверим а не проверим сейчас пока еще пример потом дальше это будет то есть смотрите так они принадлежат классу то к ним и обращаться нужно через имя класса то есть вот смотрите вот есть классик да у него поля с дефолтным модификатором доступа но так как они находятся в одном пэкадже это все видно соответственно вот есть второй класс он создает экземпляр через экземпляр спокойно обращается к переменной var1 если ее не сетать то она по умолчанию будет дефолтный ну у примитивов это будет ноль в том или ином виде у буле она будет false можно обратиться также и к статической переменной но обращаться вот так вот статической переменной неправильно то есть вы берете переменную экземпляра и обращать статической переменной вам java это разрешит но идея например это подсветит потому что ну то есть правильно писать именно сам класс полное название да ну то есть название класса и таким уже образом обращаться к статическим переменным то есть это во первых вы даете явное указание самому себе и другим что это статическая переменная ну вот так вот можно спутать да идея еще хорошо подсвечивает она разные делают наклон и шрифт для этих двух ну и соответственно обращаться да то есть можно там что с этой и тут тоже по-хорошему это делается тоже через название самого класса они через переменную экземпляра ну то есть здесь фронг не в том смысле что это не рабочий кода в том смысле что статическим переменам нужно обращаться через классные а не через экземпляр соответственно да кстати поля принадлежат классу они экземпляру класса есть еще static методы ну они соответственно тоже принадлежат классу да и если вы смотрели тесты которые я писал к первому домашнему то вы могли заметить что вам идея на некоторых строчках подсвечивает ну типа ошибку то есть я вот при вас тогда создал метод static void check args в абстрактном классе сделал ему дефолтный модификатор доступа чтобы он был виден в тестах и там где-то ранее был создан экземпляр соответственно я обращался через экземпляр к методу статическому и идея это подсвечивает то есть она вам говорит смотрите вот вы обращаетесь статичному статичному члену класса а именно к методу с двумя параметрам который которому доступ через ссылку экземпляра так не очень надо обращаться через сам классный ну и если посмотреть на этот же тест чуть повыше да то у меня вот здесь создается в самом начале статическая переменная экземпляр класса который сетается в эстетическую переменную эта штука подсвечивает и check args то есть вот этот класс вот он абстрактный но в нем есть метод check args который реализован и хотя класс абстрактный то хотя нельзя создать напрямую инстант этого класса так как он абстрактный но к статическим методам которые уже реализованы обратиться можно почему здесь абстрактный класс потому что у интерфейс такого метода не было но через ближайшего получается предка у которого этот метод есть и реализован через класс name метод доступен то есть вот тут по хорошему всех таких местах надо написать вот так вот да название абстрактного класса и вызов метода вот это то что вы могли видеть смотря на код в репозитории ну если кто-то кому-то интересно то это специально было сделано потому что ну вот эти ансаппорты потому что эти методы не проверялись и это формально просто класс заглушка такая да для проверки остальных методов которые были реализованы абстрактный вот соответственно кстати методы тоже принадлежат классу и при этом да есть ограничение что так как они принадлежат классу не экземпляру и static методов доступны только static поля и static методы ну и плюс все локальные переменные которые вы создадите в этом методе да а из обычных методов доступны и то и другое потому что экземпляр знает про свой класс может обращаться практически методом и полям и к другим полям и методом своего себя самого да теперь есть другой вопрос есть у класса методы и вопрос да как каким образом параметры в эти методы передаются а еще конец ответ нет давайте новую попытку ну или давай наводящий вопрос что такое ссылка в смысле вот ты говоришь примитивные типы передаются по значению экземпляры класса передаются по ссылке а что из себя представляет переменные экземпляры класса ну то есть это и есть ссылка получается ну таким образом ссылки передаются по значению и примитивные типы тоже передаются по значению потому что переменные экземпляры то есть вот это же не экземпляры а это переменная указывающая на этот экземпляр где-то еще соответственно все параметры метод передаются по значению теперь более сложный вопрос да устроить вот есть класс без метод 1 него есть переменная вар с есть метода модифай с здесь тоже стоит переменная вар с вар с чему-то присваивается и возвращается вар с плюс еще что-то соответственно если создать этот если создать экземпляр этого класса то вар с по умолчанию будет абц ну вот она здесь была задана изначально дефолтное значение и вот она тут так выведется дальше происходит что да я эту вар с записываю в локальную переменную вар с потом записываю врез результат этого метода куда передаю это значение ну вот создал локальную переменную передал в значение и соответственно вопрос что выведут эти три метода первый метод соответственно выводит то есть вызывается метод с значением таким же вот как вот было первоначальное и дальше три метода один печатает значение поля класса второе значение той переменной в которую закэшировалось это значение и третье результат исполнения метода давайте кейт есть есть кинтюренты ну вот что может вернуть первый метод хорошо большинство забыться есть кто-нибудь кто не забыться ну так они они и так доступны то есть она и так работает потому что да ну окей значит есть вариант а bc есть вариант а bc bcd и d окей во второй строчке а в последней ну окей то здесь а bc тут либо bc либо bcd и d и тут bcd и d спорный только первый и по факту в первом будет ответа bc и кто поймет почему да все правильно то есть если бы вот так как чтобы поскольку вот здесь вот есть вар с до название переменной то джаве есть такое понятие как shadowing перекрытие имен и вот это вар с становится невидимой и чтобы к ней обратиться надо написать ключевое слово звез ну например тут да ну так как здесь нет ни одного слова звез то вот это присваивание происходит не к параметру метода а к той же самой ссылке которая пришла на вход ну тогда есть второй вопрос да почему вот это вот значение так сейчас сюда пришли было а bc а bc а bc bc вернули bcd и d ну окей все здесь корректно ну давайте напишем зис вот смотрите я один раз написал зис вот тут вот давайте еще раз что будет выведено в первом прям твойн здесь bcd так ну смотрите в последнем будет просто а bc bcd и abc и d bc d и d в последнем окей все с ним согласны ну окей чем опять вы разделились в том вопросе были правы не все давайте поймем что не так да почему здесь а bc осталось потому что вот тут вот почему вот варк ну смотрите казалось бы да вот здесь вот было вар с она указывала на эту ссылку поменялось значение по ссылке почему вареста не поменялось ну варест ссылался на варс в поле значение у поля поменялось так вот же вызвался но на вот эту ну вот пока вот в этом моменте да она туда указывает потом у нас варс другая строка присваивается да где ну сколько я помню сдается поле строк новая строка если не было созданы ну да все правильно то есть получается вот этого с продолжает то есть так как это вот это получается ссылка она указывает на какое-то место в памяти где лежат и лежит эта строчка когда присвоилась это значение тоже стало указывать на то же самое место в памяти после того как был вызван modify s то this var s поменялось и стала указывать на другое место в памяти а здесь как было то значение так и осталось но никак не изменилось соответственно здесь bcd понятно почему потому что в вызове метода этот зис переопределился и мы обращаемся к ней же а тут abc-ed по той причине что вызов присваивалась к var s а ретурн был с той же переменной которая пришла а пришло на вход первоначальное значение а именно abc поэтому тут именно такой ответ соответственно параметры в метод передаются по значению дальше есть небольшая история про то как java повышаются типы и сейчас будет просто про примитивные типы и вот давайте рассмотрим такой вот код все вопрос вообще можно ли так писать у меня вот есть пять методов все статичные все одинаково называются все одинаково возвращают разница только в парамет списке параметров окей писать так можно да теперь если я буду вызывать если я вызову пять этих методов то что я получу в результате ну то есть байт вызовет байт шорт вызовет шорт инт инт окей если вот так вот то есть строчка с байт осталось а метода с байт метод с байт ушел можно ли вообще так писать если можно то что напечатается ну или может быть нельзя ну то есть смотри твой ответ что вот эти отработают также а первая строчка про байт тоже отработает но не ясно какая какой из методов вызовется да получается все ответили на вопрос соответственно если убрать еще один метод да то теперь они проведутся еще какому то типу ну если сразу правильный ответ да то получается здесь выведется байт шорт инт флот дабл тут выведется два раза шорт потому что байт приведется к нему расширится если удалить этот метод то байт и шорт расширится к инту удалите его теперь уже три типа расширится но уже к флоту ну и дальше к даблу то есть последний момент напечатается дабл пять раз теперь давайте посмотрим на это с другой стороны теперь по другому да теперь вот есть вот пять методов с разными названиями с разными параметром типа да то есть метод с названием байт принимает байт шорт шорт инт инт флот флот дабл дабл и вот у меня теперь есть сколько пять похожих строчек да где каждый метод пытается в себя запихать сначала байт потом шорт потом инт потом флот потом дабл все ли методы будут работать вопрос если не все то какие будут лишними ну если все то почему если не все то какие не заработают наверное со второго шорт с третьего байт шорт ой что просите со второго байт с третьего байт шорт ну и так далее по байт шорт инт инт и байт шорт инт инт ну почему ну в общем ответ правильный да что то есть лишние будут как раз таки вот эти вот по методы ну просто потому что типа вы не можете сказать что шорт и понизить его тип так вот своевольно такой метод не вызывается он скажет что параметры типа неправильно ну и соответственно есть в связи с этим правило повышения типов да но они довольно простые да что типа байт шорт инт лонг и так далее ну и чем больше тип тем меньше ему расширяться то есть шорт идет до энта инт до лонга флот дабл ну и так далее но здесь нет еще двух примитивных типов один буллин с ним все понятно он никуда не расширяется в отличие там от c++ где можно попробовать но есть еще чар то скажет по какой цепочке пойдет чар а должен ли вообще по какой-то цепочке идти вроде чар это символ а все это вот ну и чар еще символ это же он символ представляет так ну смотрите то есть та часть ответа которая говорит что хотя чар это символ но формально это какое-то число да это как бы 16-битный такой окей то есть да то есть по сути по какой-то цепочке он пойдет стоит вопрос по какой и пойдет он по цепочке с ну он пойдет как шорт ну потому что чар и шорта не одинакового размера нет смысла им друг другу кастоваться и есть еще вторая история да это про боксинг я видел как некоторые люди в домашних делали не совсем корректные вещи в этом смысле когда им нужен был то они использовали интеджер ну то есть надо было сделать счетчик успешных и неуспешных подсчетов и для этого идеально подходил инт но люди писали интеджер соответственно вот такой вот вопрос да все ли тут в порядке ну соответственно есть метод который принимает инт есть метод который принимает интеджер есть переменная типа интеджер и вот вызывается эти два метода с этими значениями смогут ли они все вызваться ну то есть метод где инт маленький вот этот а третий ну хорошо почему 2 3 не будут вызываться ну то есть понятно здесь типа маленький x здесь большой экземпляр класса интеджер ну то есть по какой причине то по этой ну в общем смотрите есть правильный ответ правильный ответ у тех кто промолчал на этот вопрос потому что формально в джаве все примитивные типы могут привестись к большому типу и когда вы вызываете вот эти методы то вот тут вот будет все хорошо принимает инт получает инт здесь принимает им получает большой интеджер но он его скастует в маленький инт просто потому что но это такие правила примитивных типов каждого типа есть обертка и там где нужна ссылка будет ссылка там где нужен примитивный тип будет примитивный тип ну и в обратную сторону тоже работает если вы хотите большой интеджер у вас маленький то он скастуется в маленький ну то есть эта история про вот эти примитивы да что буллин буллин байт большой байт ну и в обратную сторону плюс есть еще джаве получается правило понижения типов ну это не все правила данную сейчас просто про примитивы и вот есть например такой пример вот есть некий дабл этот дабл кастуется байту шорту чару инту и флоту ну и как обычно вопрос все ли все ли print line смогут запуститься если смогут а может ли кто-то предположить что напечатается в результате ну окей это неправильный ответ ну большой большой дабл что-то о себе забудет и станет меньшим типом то есть часть данных потеряется если посмотреть что выведет print line то он выведет не очень интересную штуку то есть флот вывел то же самое хватило ему точности лонг вывел только целую часть инт тоже вывел только целую часть ну потому что здесь число которое влезает и в инт и в лонг чар соответственно вывел какой-то символ а шорт байт что-то не то да казалось бы и вот если посмотреть на двоичное представление этого числа и вот можно так вывести но здесь нет флота но не суть то есть если взять вот это вот все перевести в бинарную строчку здесь смотрите здесь все безопасно да мы сначала кастуем дабл байту теряем что-то а когда мы пытаемся расширить до ланга мы как бы ничего не приобретаем просто что наш объект стал чуть больше этот момент и если посмотреть на бинарное представление то выяснится да что вот есть большой дабл он занимал какие-то биты и если посмотреть на инт то он займет все вот эти вот основные ну то есть я взял на калькуляторе вбил вот это число 35 21 15 вот собственно эти битики то есть что там с мантисы экспоненты один вопрос но целочисленная часть вот она вот такая ты здесь не не весь дабл указан здесь только целая часть соответственно вот у инта и у у инта осталась вся эта целая часть учара она обрезалась по его размеру и у шорта они одинаково размера ну то есть тут должна быть еще одно число на тут нолик поэтому так ну и соответственно бай тоже обрезался по своему размеру просто взялись эти младшие биты и все остальное откинулось то есть есть некоторые потери точности но типы можно и понижать тоже соответственно есть вот такая вот штука что шорт можно понизить до байта и до чара чара до байта до шорта ну кстати здесь чару можно понизить да смотрите чар понижается ну даже не понижается скорее кастуется к шорту соответственно int тоже может пойти вниз long ну и double ко всему тому что было да вот эти вот так нет не тут стоит эти вот так где просто сотри тут тут явно ты указал типа эту штуку типа хочет этот метод хочет байт байт он не получает сады и там понижение работает по-другому что типа у тебя есть переменная которая типа шорт и ты это переменная типа шорт пишешь типа сушь ты теперь не шорт ты теперь байт и вот это заработает я тут здесь нет понижения типа здесь явно указывается что это тип шорт то есть это не за вас то есть не java за вас сделала а это когда у вас реально есть переменная типа шорт у вас написано шорт x равно чему-то и вот вы можете слева написать что это будет байт и тогда значение перри ну урежется и присвоится ну то есть можно писать байт там б равно в скобочках short ой сейчас байт б равно в скобочках байт и переменная которая являлась шортом являлась типом шорт то есть берем шорт и вот с помощью вот этого явно указываем какой теперь тип ну а здесь то получается здесь просто все везде вот этот нолик это везде int формально то есть здесь написано что типа приведи int к шорту ну как булки int приводится но это же не байт ну как да да то есть она не работает автоматически скажем так но если явно указать то вот так где ну то есть вот у тебя есть переменная типа шорт ты явно указываешь скобочка что она байт и заработает так автоматически нет она не понизится ну есть вот еще штука такая про ну анбоксинг в обратную сторону да но это все что большие кастуются к маленьким вот и вы еще заметили да что вот тут вот в правилах повышения байт не кастуется к чару ну это можно объяснить да на самом деле что это как бы байт шорт одинаковые размеры поэтому чара мы просто не берем во внимание но что если бы надо было да то есть формально на самом деле байт можно к чару при кастовать явно его все получится другой момент что произойдет как на взгляд байт можно перекастовать в чар ну ближайший к байту это шорт вот автоматически компилятор ну если компилятор захочет повысить тип переменной байт то ее повысит до short потом до int потом до long потом до float потом до double если понадобится и нет прямого пути в чару но если сильно захотеть то можно указать типа что байт теперь чар ну вот этих скобочках да и она станет чаром но вопрос по какому пути она пойдет то есть если явно сказать то он сделает это ну то есть через что например там байт потом шорт потом чар или как ну вот на самом деле вот этот вот каст будет таким образом что ну тип сначала повысится но не до шорта а потом понизится и вот он сделает сначала станет inton а потом станет чаром и вот так вот джаве устроена конверсия явная из байта вчера это интересный вопрос и на этот случай вот тут вот самом начале вот если ссылка chapter 5 conversions and context и там написаны все эти правила и еще про правила приведения типов ну типов не примитивных а нормальных типов про них это будет дальше когда до наследования дойдем но вот если очень интересно там на самом деле не очень сложная глава там просто указывается что во что каким правилам так так вот соответственно когда мы еще смотрели на вот эти методы где был один принтер много разных параметров я спросил что это и кто-то ответил что это как бы метод перегрузили да что из себя представляет перегруженный метод метод называется перегруженным если у него есть одинаковое название но при этом разные параметры то есть разными могут быть как возвращаемое значение так и параметры типов но вот поскольку здесь возвращаемое значение одинаковое а параметры типа разный ну мы имеем на это право и как буки давайте теперь вопрос сложнее это вот смотрите вот следующий слайд об этом вот твой кейс да стри вот есть два метода принимает одинаковое значение возвращает разные ну вопрос все ли методы будут работать или есть какие-то лишние вот у вас есть класс в нем вот эти все методы смогут ли они все уже в одном классе ну хорошо возьмем предпосылку что они не заработают тогда какой надо выкинуть вот этот какой последний то так а что а что с этим не так ну и что если мы если берем так посылку что она не заработает то либо 2 либо 4 либо все вместе ну окей ну окей все правда да что типа мы должны выкинуть либо 2 либо 4 просто потому что ну как уже ты сказал что компьютератор действительно не сможет понять потому что параметр типа одинаковый а возвращаемое значение разное ну то есть вот отличие только лишь возвращаемом типе недостаточно то есть вот тип может на самом деле отличаться но тут еще и параметры разные теперь давайте про шестой ну вот сейчас вот убрали один из методов будет лежить шестой продолжать а почему ну и когда он вообще вызываться то будет может никогда не вызовет то есть или наоборот он вызовется он будет всегда вызываться вот третье множественное значение давайте посчитаем это сколько 0 или больше нуля то есть начиная с одного с одного значения то есть вот это к счастью вызываться будет а вот эти вот три остальных они не смогут вызваться но вот на самом деле все ровно наоборот что если у вас есть какой-то метод с множественным значением то приоритет будет у тех у которых параметров меньше ну которые явно указаны то есть если не будет значение вызовется первый метод да если один будет им то вызовется второй метод если 2 то 3 если 3 там то 5 а если 6 и больше то вызовется последний и формально здесь он ведет себя внутри как массив то есть там вызывается x точка лен но передаются они в этот метод просто через запятую параметры я сейчас не скажу прям точно давай посмотрим 2 4 с друг другом конфликтуют ну потому что у них параметры типа одинаковые а возвращаемый тип разный и компилятор не понимает какой из них главный как бы то важнее а с множественным он понимает главный тот у кого параметры заданы явно ну и с этой штукой такая жизнь такая история что он это аргумент множественный может быть один единственный если он есть то он стоит самом конце то есть вы не можете в середину поставить ну и таким образом джава всегда может понять если у нее параметры с меньшим количеством аргументов чтобы их вызвать вот соответственно перегрузка методов это история немножко про объектно-ориентированное программирование и про полиморфизм ну полиморфизм от когда один и тот же метод может обрабатывать данные разных типов но здесь такой полиморфизм еще не очень максимальный потому что метод вроде один и тот же но тело то у них все равно разное но формально по названию да они как бы одинаковые ну вот то что было сказано что разные возвращаемые тип одинаковые параметры так не сработают и поэтому они должны отличаться либо по типу параметров либо по количеству аргументов если типы совпадают вот ну и по поводу этого но уже здесь обсудили это все что есть вот эти var arcs методы с переменным количеством переменных и вот внутри метода он ведется как массив должен стать последним и вот может быть только один и при этом он будет самый низкоприоритетный если будут какие-то явные то вызовутся они вот теперь есть еще история про конструктор в классе который существует да и зачем он вообще нужен то есть вот иногда например вы можете написать такой класс прямоугольник у него нет конструктора вы его просто вызываете ну и там еще было на самом первом слайде да что если у класса нет конструктора то на самом деле конструктор там есть он неявный и он вызывает конструктор родительского класса родительский класс у всех один это object то есть там всегда неявно стоит вызов то есть есть ключевое слово супер который будет на следующей паре и вот вызывается конструктор объекта и вот тоже на следующей паре посмотрим ну соответственно если у вас нет то есть там есть такая фишка да что если конструктора нет то вы можете вызвать конструктор без параметров но если вы напишите хотя бы один конструктор хотя бы с одним параметром ну не пустой то все у вас этот потеряется вам скажут что нет конструктора по умолчанию и очень печально надо его будет явно потом указать соответственно чем нужен конструктор да он нужен за тем чтобы вот если вы создали класс то потом не с этот переменные то есть конструктор позволяет сделать это заранее не фиксируя все потом сейчас так у этого кейса есть на самом деле частный случай когда это действительно полезно это когда у вас класс является просто сборником каких-то данных и формально вам не важно типа правил это не или ну java bin такая штука есть что в нем либо сбора еще каких-то полей и если поле не зафиксировано то это нормальное явление соответственно да просто так и делают да что делают просто все поля пабликами без всяких конструкторов геттеров и сеттеров ну вот эти методы get set а а просто создают его объект и заполнять только то что надо и это как бы рабочий кейс его периодически используют но если бы мы это сделали бы с конструктором то это могло бы выглядеть вот так вот да что вот есть класс rectangle 2 уже не не rectangle 1 в нем создается как бы метод до что-то очень похожее на метод но при этом методы названия как у класса ну и собственно все все отличия да ну есть еще одно отличие будет чуть дальше сегодня но вот формально очень похожий на метод с таким же названием как и класс соответственно в него можно передать также переменные и также что-то засеты да ну так как здесь вот происходит shadowing здесь пишется зис и все хорошо зафиксируется таким образом теперь уже не надо создать rectangle а потом два этих поля определить а можно их передать просто в метод конструктора и выполнится тот код который был релевантен тем входным параметрам которые передали ну здесь другого нет и принципе все корректно передается до 2m там ну в общем то конструктор нужен чтобы инициализировать поля имя должно совпадать с названием класса это все очень похоже на метод и вообще по-хорошему да если вы пишете нормальные классы ну не вот эти джава бины да где поля либо есть либо нет а вот прям классы прям классы как по ввп то вот конструктор должен все поля сетать инкапсулировать и давать им доступ только через какие-то методы но это тоже будет потом не сегодня и вот вопрос на самопроверку да какой метод здесь метод или методы здесь неправильные ну да окей то есть просто об этом уже говорилось да что чтобы это заработало надо указать this иначе имена за теряются и это по сути будет присваивание самого себе самому себе самого себя вот теперь есть второй слайд да где говорят не надо так делать в общем здесь нужен да чтобы не было сокрытия имен и и вот есть еще другой кейс теперь смотрите здесь теперь поля final все ли с ними в порядке науки то есть какой кто-то первый этот пятый а этот он будет компилировать потому что он изначально но самый первым что не так ну да окей ну то есть да типа будут неправильные первые два потому что если что-то final значит надо явно задать значение здесь вот явно задается высота и в конструкции она тоже не светается здесь это столько то что не было определено поэтому с этим все окей ну а тут просто пытаются то здесь них не засет или хейт тут пытаются перри зафиксировать ширину вот есть соответственно дальше на что их можно инициализировать конструкторы это нет никаких проблем но должно быть только единожды ну и вообще идеальный конструкторы класс какой-то вот такой да у него есть два поля они все файл они все приватные к ним не достучаться снаружи создаем все зафиксировали и радуемся жизни да классе создал все что тебе надо засетал и живет своей жизнью ну тут еще должны какие-то методы для жизни теперь давайте посмотрим на чуть другой кейс что формально в джаве может быть несколько конструкторов и там работает такая же схема с перегрузкой как и с методами и вот такой вот кейс да у вас есть уже три поля они там все файл вы хотите всех пронициализировать ну я вам сразу скажу что код корректный да он работает то есть вот это просто то есть это начало класса это конец класса вот тут скобочка фигурная закрывается но не ясно да смотрите вроде если посмотреть да то везде делается одно и то же что если нам не передали ширину мы фиксируем в 10 если не передали высоту фиксируем ее в 20 если у нас нет ней мы пишем rectangle 6 вот везде все оно так вопрос как избавиться от дублирования ну окей а как ну хорошо как это сделать без метода просто с помощью конструкторов а как то сделать ну супер это слово которое обращается к родителю ну а как похорон как в джаве правильно вызвать другой конструктор вот да стоит есть ключевое слово звез и вот это можно было бы сделать вот так вот да что у вас есть один конструктор который с этой все поля а если чего-то не хватает то с этой с какое-то дефолтное значение ну и вызов другого конструктора через это ключевое слово происходит соответственно тут ничего не задали прокидываем это все но вызываем вот этот вот да ну здесь принципе везде вызовется этот последний конструктор но это тоже нормальная практика да когда у вас есть разные конструкторы и если вам чего-то не хватает то просто сетаются ну какие-то дефолтные значения ну такую же историю делают люди иногда с методами когда есть много-много перегруженных методов с одним названием и если каких-то параметров не хватает там просто ставят либо что-то дефолтное либо нау либо там что-то еще и вся обработка в итоге то есть если данных не хватает так сету чем-то дефолтным и приходит какому-то одному главному методу это все ну вот есть ключевое зис оно должно стоять первой строчкой в конструкторе чтобы вызвать что-то другое ну этот же код можно было бы переписать чуть иначе а именно зафиксировать просто все эти переменные во что-то и ну и передавать их вот а еще есть такой нескромный вопрос вот если у меня два инта которые равны 10 и дефолтным которое равно вот этому литералу то помог ли я себе как-то соптимизировать ну здесь эктенгл ректангл 7 здесь вот 7 здесь 7 здесь тоже 8 ну формально это одно и то же да просто цирка поменялась с точки зрения производительности сделал ли я себе лучше тем фактом что вынес вот эти 10-20 ректанглов которые несколько раз писались в поля ну с точки зрения поддерживаемости кода да а ты видимо про что-то другое ну так казалось бы вот тут вот я три раза строчку создавала здесь всего один тир создаю ну то есть кейс про то что это легче поправить это конечно все правда да это действительно так но стало ли легче вашей программе когда это произошло ну ладно давайте забегаю вперед отвечу вам на вопрос просто когда строчки создаются через литералы то формально этот литерал закешируется то есть если где-то в программе встретиться еще раз такой же литерал то новая строка не создастся возьмется старая но это вот работает только с литералом если вы будете явно писать там new string то создастся новый объект дальше про вот эти 10-20 будет ли тут создаваться там какие-то новые инты или интеджеры ну или если усложнить задачу да давайте вот здесь там интеджер большой напишем кто-нибудь знает что с интеджером большим происходит ну вот все вот эти все вот две переменные ширина высота они будут интеджером большим а значит объектом если объект значит под него выделяется память но при этом при создании но если здесь придется 10-20 то если мне ну если смысл беспокоиться об памяти ну окей в общем ответ такой что формально в java есть ну как вот пул строк для вот этих литералов так и пул интеджеров и если вы попали в этот диапазон это диапазон байт минус 120 минус 128 до 127 то есть если вы в этом диапазоне вызываете ну создаете новые там интеджеры то формально они будут ссылаться на один и тот же объект то есть там вот заранее типа вы запускаете java вот этот диапазон размера байт ну диапазон байта создается кэшируется в джаве и если вы будете везде писать там new integer 10 вы всегда будете попадать на один и тот же объект ну да обертка будет ссылаться на одно и то же место в памяти если же вы зайдете там за границы там будете там new integer 200 создавать то формально там и правда создаться новый объект под него выделится память и он куда-то там в куче положится но если это размер байта диапазон байта то все будет ток то есть если вы сравните у них ссылки совпадут на равно равно ну не у 10 20 а типа написать new integer 10 равно равно там new integer 10 и ссылки совпадут вот ну соответственно здесь для конструктора первая операция вызов у другого ну и есть еще другой кейс да когда чуть по-другому это все работает когда у вас например есть конструктор с частичными данными а здесь вам например не важно что например тут достаточно вам на у и вот если вам здесь достаточно на у то можно написать друг по другу конструктор по-другому даст что вы вызываете конструкторы не с большим количеством параметров а с меньшим через тот же this а тут это дополнительное поле с это видите вот есть еще такой тоже вполне себе работоспособная ситуация применяемый код в работе вот давайте поговорим про инициализацию полей вот есть ваш класс в нем как-то инициализируются поля и вот есть такой код давайте пройдемся да вот есть такие вот скобочки фигурные кто-нибудь знает что это такое писал ли когда-нибудь ну и как динамически нет это не динамический блок он называется блоком инициализации соответственно там где есть слово статик это статический блок инициализации там где нет целостатик не статический блок теперь остается понять в каком порядке они вызовутся ну и в каком порядке вообще эти переменные зафиксируются да то есть вот смотрите вот есть этот класс да здесь чего обычный инициализации потом статический потом сетуются сетуются переменные ну вот одна засеталась засетовалась одна статическая потом здесь сетается обычная и статическая в блоке потом идем статик ну и кстати как можно заметить да и статик инициализации доступны только статические переменные вы здесь не сможете написать обычную а из обычные статические доступны соответственно потом вот стоит конструктор и еще два таких блока теперь этот main находится внутри того же класса и вот если взять и запустить этот main то давайте в каком порядке циферки напечатаются а x5 ну вот из-за того что экземпляр не создается вот эти вот штуки тоже не вызовутся то есть статические вызовутся потому что это инициализации самого класса а вызов обычных блоков инициализации будут происходить во время создания класса формально это будет вот так вот да что вызовется 24 ну все статик блоки сверху вниз 2 потом 4 потом 7 дальше вызовется метод main то есть проинициализируется класс потом вызовется его метод это тоже статичный ну как булки теперь если все таки создать класс да с какими-то параметрами ну окей получается вот так вот что вызвали опять статик 2 4 7 потом вызвался вот этот print line дальше стал вызываться конструктор класса вызвали все блоки инициализации по очереди 1 3 потом 6 и после этого конструктор ну и в конце последний print line да теперь вопрос если так вот еще раз создадим класс вот создали один экземпляр теперь создаем второй раз экземпляр ну да окей то есть статические инициализации вызываются еди и нажды а все остальные плюс конструкторы вызываются при создании экземпляра ну и формально просто это вся последовательность действий повторится ну и здесь все просто да что если у вас инициализируется поля класса но это еще история без наследования то это все просто сверху вниз статик поля статик блоки и также сверху вниз полей блоки инициализации после чего вызывается конструктор ну то есть вот здесь еще не хватает до того что получается там вар 5 где-то тут проинициализируется до того как этот статик вызовется и вся вот эта история вот так же в java есть вложенные классы ну то есть не то чтобы они есть да вы можете написать класс внутри другого класса их можно поделить на несколько частей это не статичные классы внутренние они там бывают просто внутренние бывают локальные бывают анонимными но сейчас рассмотрим несколько из них не все потому что анонимные классы они связаны с наследованием все-таки а просто вложить класс это другая история да здесь вложенные классы если рассматривать не без статик то они соответственно вложены внутрь и это например примерно такой да смотрите что у вас вот есть что-то с ограниченным размером ну вот вы не можете создать как сказать вы не можете создать стандартную структуру то есть джаве нет стандартной структуры данных для маленького инт поэтому люди там используют фреймворки но вот вы решили сами себе создать ну чтобы сильно не мучиться ограничили сразу по размеру то есть вот есть сайт какой-то да и вот больше него ну то есть либо передается сайт создается массив либо передается сам массив с данными и фиксируется ну и дальше он не расширяется не сужается соответственно есть метод get который вот сначала проверяет есть в java 11 такой метод check-index он проверит что индекс внутри диапазона от 0 до data len минус 1 ну то есть обе стороны включаются да то есть если индекс меньше нуля то это выход за границы если индекс равен длине то это тоже выход за границы да здесь вылетит out of bound exception ну так принципе все работают примерно структуры данных в джаве да что там берете в райлист даете ему индекс другой и он кидает out of bound exception если вы с индексом не вы попали и вот раньше там писалось явно и в там индекс меньше чего-то то сейчас они перенесли это вот в отдельный метод ну соответственно есть get по индексу есть set по индексу какое-то значение дальше хочется взять и обойти эти элементы при этом дата у нас private final доступа снаружи мы к нему не имеем но в принципе мы знаем размер да и мы знаем у нас есть метод get поэтому не составляет никакого труда задать какой-то дефолтный массив да вот тут еще сокращенное его создание просто объявляют фигурные скобочки сразу с этого значения дальше этот массив передается вот в этот вот второй конструктор теперь у этого массива ну вот у этого экземпляра да есть какая-то длина и мы идем по всей длине и делаем просто get таким образом мы обойдем все элементы казалось бы нет никаких проблем все окей но если была бы задача была бы чуть другой да смотрите мы все еще обходим массив ну все еще обходим тот внутренний массив но мы взяли его обошли на половину сначала то есть взяли размер поделили размер пополам вывели половину внутренностей потом поменяли один элемент и вывели вторую половину внутренности соответственно во внутреннем массиве поменялся поменялось одно значение но хочется как-то знать о том что ну хочется как хочется дать себе какие-то гарантии что пока вы обходите коллекцию она ни разу не поменялась а если поменялось то вам надо об этом как-то сообщить то есть хочется обходить по той же коллекции по которой вы начали обходить самом начале встает начался вопрос как узнать о том что коллекция ну не коллекция да что вот ну по сути коллекция что ваш вот этот внутренний массив поменялся ну здесь понятно дело я как бы сам своими руками это поменял но вполне возможно мог быть какой-то другой поток многопоточная среда этот другой поток откуда-то извне тоже получил доступ к этому экземпляру и поменял там как значение по кому-то индексу вот хочется убедиться что вашу структуру данных никто не менял снаружи ну и вы тоже не меняли можно это тоже узнается если вдруг ну да для этого есть итератор ну тут как бы и дело не в том что есть итератор а дело в том что итератор это каноничный пример вот этого внутреннего класса который подходит под этот кейс то есть что такое итератор во первых чтобы у вас появился итератор вы должны реализовывать интерфейс iterable с каким-то типом но так как примитивного типа нет маленького надо написать большой дальше после того как вы его заимплементили все когда вы написали слово имплемент вам java скажет что слушай ну раз так то надо теперь определить метод который есть в этом интерфейсе а именно метод итератор итератор сам по себе делают ну в самом самом простом варианте делает две вещи он вам если вы его реализовали то вы сможете обойти ваши данные через for each ну то есть не вызывать каждый раз там узнавать size идти увеличивать индекс делать get а можно просто написать for each сокращенный for ну пример еще там будет дальше покажу как это делается и плюс итератор если чуть подкрутить итератор то он может еще узнавать об изменениях как понять что коллекция изменилась ну соответственно надо добавить еще одну еще один параметр текущая как бы ревизия да или текущие количестве сколько раз коллекция поменялась и на каждое изменение его увеличивать это число ну соответственно если вы в какой-то момент времени вытащили это значение и проверили что она не сошлось потому что при измене коллекции она увеличивается то можно гарантированно сказать что у вас что-то поменялось делается это с помощью внутреннего класса как раз таки то есть вот это вот метод да он что-то он возвращает объект экземпляр классы теперь как реализовать класс да то есть внутри вот этого внутри коллекции создается там приватный класс например приватный который реализует интерфейс итератор ну окей да стоит все сходится возвращаем и тип это итератор и класс тоже реализует итератор вот у него в самом простом варианте есть два метода там еще есть метод remove но он необязательный он просто кинет on separate operation если вы вызовете но вот основных до пори до времени было только два has next и next как они работают да что has next дает вам гарантии ну то есть возвращает true false если еще элементы а next эти новые элементы возвращает и обычное кейс использования это когда вы пишете там берете ну пишите итератор интеджер итератора равно итератор ну экземпляр класса . итератор вам возвращается какой-то объект дальше вы делаете цикл while iterator has next и в теле цикла вызываете метод next ну потому что третье как бы по-хорошему next он увеличивает позицию на которую смотрит объект и если вы не будете проверять то в какой-то момент позиция перейдет за границы то есть вы ее до увеличиваете до той степени что уже станет слишком много ну и обычно стандартная там java коллекса там а релиз например да вот он кидает но у сачалемец в этой ситуации и плюс там еще есть проверки на конкурентную модификацию когда кто-то другой пришел и либо вы же сами во время использования этого итератора то есть вас итератор все у вас уже есть какой-то объект со своими полями вы эти поля засетали в момент создания но у внутреннего класса есть преимущество да смотрите то есть вот он создался он зафиксировал себе позицию но она по сути будет нулем ну по дефолту да там значение можно писать что конструктор ну не обязательно и соответственно создается еще одно поле current mode count которому присваивается значение внешнего то есть внутренний класс имеет доступ к полям своего ну внешнего класса то есть как вот здесь вот он спокойно обращается к дата дата там лен также спокойно он может проверять мод каунт поле своего внешнего родителя даже если ну как бы он снаружи вы его же наружу передали вот этот метод вернул его но у него все еще хранится ссылка на своего родителя ну то есть формально вот если посмотреть на можно это написать по разному можно написать current мод каунт использовать имя того класса а можно сделать shadow wing и спрятать это имя и тогда у вас всегда есть ссылка на здесь то есть вот как обращаться до к ней что пишется название класса . здесь и тогда вы получаете доступ вот к этим всем полям класса который был обернут этот итератор вот такая вот история да что если именно отличаются то просто по имени если совпадают то можно взять метну ссылку на из через название класса нет ну нет нельзя то есть если есть программка joe называется java object layout и в ней можно посмотреть через нее то есть создать объекты посмотреть сколько он в памяти занимает и вот там видно что вот эти вот классы которые не статические но обычные да у них дополнительное поле под вот это всегда лежит то есть нельзя создать этот класс не имея экземпляра и этот класс всегда к своему как бы родителю привязан но эта история не про то есть это класс не статический и с вот так вот можно соответственно как-то работает да ну то же самое сделаем проинициализируем массив дадим его в этой 2 и вот получится такой красивый фуич который с помощью которого можно будет обойти все элементы то есть если вы когда-то писали либо видели как так пишут то есть форм без вот этих индексов то это все благодаря тому что тот класс объекты которые вы хотите обойти вот реализует он реализует интерфейс и был ну и у него есть метод итератор который возвращает какой-то объект ну и вот и вот тут формально не явно происходят эти вызовы там вайл хаз next next его то что вернул next возвращается в ту переменную но здесь можно было бы написать и большой интеджер как бы нет проблем он все там так и будет тем более что итератор все равно возвращает большой интеджер там тоже можно было бы возвращать большой интеджер ну и в принципе все было бы также хорошо и не было бы лишнего вот этого боксинга лишнего анбоксинга в этой ситуации вот а если сделать например вот так вот да то теперь в этой ситуации то есть вот здесь я считаю какую-то айдишку если она чему-то равна я беру меняю этот внутренний массив и вот когда кот дойдет до вот это то есть выполняется фуич доходит до значения 5 вот он вывелся дальше смотрится что айдить равен 5 меняется значение внутреннее айдишка увеличивается заходим опять for и вот в этом моменте вылетит исключение вылетено потому что вот есть метод next который проверяет ага что если current mod count тот который был при создании не соответствует текущему в классе родительском то соответственно выброси исключения ну этот фуич можно было бы переписать по нормальному дать через ну не по нормальному а как-то то как на самом деле это происходит что пока итератор has next итератор берет next и здесь уже исключение вылетит на методе next потому что но вот has next ничего не проверяют ну хотя мог бы проверяется в другом методе ну вот соответственно если это вложенный класс он не статичный он имеет доступ к внешнему и ко всем полям ну и методом на нам просто он ограничен границами внешнего класса более того да можно делать внутренние классы не только лишь как параметр поле до внутри а можно их еще объявлять внутри методов и внутри циклов то есть смотрите ну казалось бы да вот метод вот вы пишете ключевое слово класс и вот вы создали новый класс ну окей все классно так можно сделать зафиксировали что там засетали но и тут действительно выведет 123 также вот можно класс создать внутри цикла но вот он будет просто время жизни этого класса будет но время вот этого скоб этого цикла то есть когда из вы вы выйдете из цикла то вы классу y уже обратиться не сможете ну слышали наверное про зоны видимости до переменных ну вот то есть вот этот вот метод у него есть какой-то какая-то зона видимости и вот вне этого метода вы вот этот класс x не сможете увидеть ну и как и переменные до которые создаются тут а вне цикла вы не увидите переменную z это не увидите переменную ну класс y ну и еще можно этим внутренним классом присваивать значение снаружи если например значение final то вам джава скажет типа ну слушайте тут надо чтобы если вы хотите что-то присвоить final переменной то вы должны присвоить значение которое либо final либо почти final то есть эффектив final это когда переменная не меняется ну вот ее как-то зафиксировали но никаких инкрементов декрементов изменений ее в сколпе нету она тогда считается эффектив final но можно сделать по-другому да вот а и не считается final и она не эффектив final потому что она увеличивается но если создать другую переменную z сказать что она финальная дать это же значение что и а и ну то есть необязательно да что прибавлять то уже можно спокойно себе присвоить то есть саму а и java не дает зафиксировать final переменной а если сказать что ну давайте создадим еще одну и эту еще одну мы вот сейчас зафиксируем ну как бы будет все окей зато в конструктор передать ее можно вот тут есть конструктор ну как бы все классно здесь все заработает то есть вот это вот значение перехватывается из того сколпа где находится этот класс а второе значение зафиксируется из конструктора ну и здесь все будет корректно здесь выведется получается 10 0 а потом выведется 11 1 y 2 до 11 1 ну соответственно вот эту всю штуку можно определять в методе или в цикле есть еще другая разновидность вложенных классов это не то чтобы внутренние да но они тоже во что-то вложено именно они вложены в одном в один и тот же java java файлик с расширением java то есть вложено не вдруг друга вложено вот именно файл в одном и том же файле находится ну и казалось бы все классно да смотрите вот у нас есть паблик класс параллел класс 1 вот он лежит в этом java файле все у нас как бы хорошо и можно еще могут другие жить но единственно что здесь нельзя статиково объявить то есть самый класс самого верхнего уровня не может быть статик классом ну и что вот здесь нельзя написать что тут тоже нельзя написать это слово соответственно классы могут быть вложены в класс основной должен иметь такое же название как и файл и только один единственное может быть пабликом и тут работает такая схема что если вы назовете пабликом класс который не является не соответствует названию файла то java на ругается но если вы у того класса который является названием файла уберете паблик тот жал вам ничего не скажет в принципе можно его вообще удалить то есть в классе с названием parallel класс 1.java может не быть класса с таким названием ну и java сильно не расстроиться как бы так сделать будет можно все заработает но если вы захотите сделать что-то пабликом то это может быть только вот тот вот один единственный класс который совпадает то есть пабликом он может быть но в общем то не обязанным быть и если взять вот другой пример да вот берем там тот же самый package берем этот класс ну то есть если вот отсюда вот все удалить оставить только вот этот parallel класс 2 в палец другим названием то вы все будет корректно вот есть classic у него есть main его можно спокойно себе с ну вот если он будет вот таким то его можно будет спокойно скомпилировать и спокойно этот параллел класс 2 запустить то есть если бы вот тут вот было бы как на картинке ну вот на этой три класса то когда бы java c компилятор java добрался бы до этого файла то он был у вас бы на диске создал бы три . класс файла один который класс 1 2 класс 2 3 класс 3 ну так как в этой ситуации класс всего лишь один в файлике то вот он создаться один единственный и вот его можно будет так вызвать ну и да к слову если вы захотите также сделать там какой-нибудь домашний то у вас не получится потому что у вас чек-стайл скажет что можно сделать только один класс верхнего уровня в одном java файле на самом деле проверку можно отключить я это залью в репозиторий там будет там будет пример того как можно то есть чек-стайл ругается на ошибку что в одном файле должен быть только один класс верхнего уровня соответственно ругается он на этот вот кусок и чек-стайл позволяет вам просто написать какой-то комментарий в указанном формате чтобы отключить какую-то конкретную проверку на каком-то диапазоне то есть там можно указать комментарий который был бы началом комментарий который был бы в концом и сказать что и конкретно игнорировать тогда он при билде ничего не скажет про эту про этот варнинг ну вот то есть основной может быть паблик но как бы не не очень-то обязан и в принципе все работает даже если файлики нет класса с таким названием но его может вообще не быть соответственно вот еще есть история про статичный класс статичный класс у него есть много другой каноничный пример это когда ну ситуация такая же да то есть у меня сейчас давайте здесь просто меня нету в лекции этого примера то есть для статического класса есть каноничный пример такой что у вас например есть условный там 3 map это в джаве красно-черное дерево и этому 3 map это по сути ну 2 красно-черное дерево там поиска и узлы этого дерева это класс нот у которого есть соответственно левый ребенок правый ребенок и значение до которая хранится вершинки и это по сути класс который является сборником каких-то данных и вот этот класс он получается приватный статичный он никому не виден его использует только внутри себя этот 3 map то есть он сам себе там внутри у него задан класс и он его юзает ну вот похожая ситуация здесь да то есть у меня теперь массив не int of у меня теперь массив точек и в нем можно сделать ну вот здесь я для примера сделал public static класс сделать этот статичный класс и он будет иметь доступ только ну к статичным переменным никаким полям он иметь доступ не будет потому что во внутренних статичных классах нет никакой ссылки на своего на тот класс который он вложен то есть зис он не хранит но зато может например обращаться к переменным статичным без этого полного имени то есть если вы напишите вот так вот то та же идея скажет вам что ну типа это вот лишнее можно так не делать можно использовать то название которое там соответственно вот есть простой поинт да вот один конструктор с дефолтными значениями второй пришедший извне и есть соответственно два метода сет один принимает себя этот сам поинт второй принимать две координаты этот поинт создает внутри то есть вот возможность сделать себе какую-то внутреннюю структурку данных для объектов и кто-то так домашний кстати делал для статистики я видел были примеры кода где сделали классом статистика в него как раз закинули все вот эти переменные которые подсчитывали получается количество успешных скобочек неуспешных и последний успешную последовательность и вот это был формально стати класс ему был доступ из других статичных методов и все как бы классно это рабочая ситуация соответственно как этим пользоваться ну например вот так вот да то есть создали экземпляр вот этого и коллекции а дальше чтобы эту точку создать то здесь получается не экземпляру а говорится создай мне вот так как поинт публичный ему можно получить доступ извне и вот берется название класса берется . и как чему-то к статичному обращается ну как к другому статичному полю до было обращение то есть название самого класса . и соответственно вызов конструктора ну и здесь еще new то есть вот вы достучались до этого статьи класса его можно создать он ничего не знает про своего про вот эти вот там про поле дата например ничего не знает знает только про статики и его экземпляр можно себе спокойно создать ну и вот три примера да что создается поинт вот этот дефолтный все окей создаться поинт с этим конструктором и создастся поинт из внутренностей самой этой коллекции ну то есть статический класс не имеет ссылки на здесь внешнего может использовать статик переменные методы и может создаваться без экземпляра объекта вот на сегодня про лекцию все и еще есть кусок про домашнее задание новое давайте с другого вопроса если какие-то вопросы по предыдущей да ну на прошлой неделе мы договаривались что будет бранчи с названием хв дефис номер домашний да просто название то есть если у вас написано хв3 то это окей если у вас написано хв03 ну в принципе тоже окей если у вас написано там хв3 и что-то там еще но это не очень это нет есть два кейса я так понял что вы делали много лишних изменений просто потому что коммитили домашнюю через идею то есть не через терминал а вы открывали идею выбирали там систему контроля верес там жале коммит и вот во время коммита было две ситуации что у вас стояла галочка оптимизировать ну на твой вопрос тоже отвечу что там стояла галочка там стоит галочка сделать реформат кода before коммит и плюс идея начинает проверять все свои инспекции и если сейчас запустить натравить идею на мой проект да с репозиторием то она будет много где ругаться потому что по мнению идеи там можно включить много-много инспекции я что-то написал не так как она считает верным то есть одна проблема что когда вы делаете коммит из идеи там надо отключать вот эти проверки идею ну самой идеи иначе начинает там ругаться говорить что куча тут ошибок вторая надо отключить галочку оптимайз там реформат код before коммит потому что это такая подстава то есть вы не знаете что она отреформатит что реформат чего произойдет а коммит уже будет то есть вы галочку поставили коммит произошел и вот вам случайно но не случайно что идея сделают какие-то изменения дополнительные прокинулись но которые вы не ожидали там увидеть то есть там надо снять галочку по поводу дополнительных файлов скорее всего это потому что ты создал бранч домашний от какого-то другого бранча в котором у тебя уже были другие домашние ну вот все правильно у меня то нет твоей домашней репозитории ну вот гид это что гид работает как он хранит в себе не сами файлы а изменения файлов соответственно у тебя есть ветка мне есть какие-то коммиты и в нем есть изменения файлов которые были ну то есть создать файл тоже изменения то есть там типа создал файл изменения что там него дописал там удалил соответственно у тебя есть ветка где есть созданные файлы с предыдущей домашней когда ты берешь от этой ветки бранчуешься делаешь там гид чекаут минус b либо как-то еще то у тебя все эти изменения которые в нем были перетекают соответственно в тот новый бранч и когда ты делаешь pull request там вытягиваются и те и другие там это делается таким образом что либо у тебя есть мастер который там вы еще не портили но вроде на гитхабе как-то можно это все сбросить но можно делать по-другому просто смотрите проблема с гитом в том что если вы что-то запушили на сервак этот удаленный то уже как бы это тяжело откатить вот кто-то даже научился да можно что то есть гитхаб позволяет откатить изменения во внешнем репозитории ну гитхаб поддерживает он у тебя там тоже удалит ну вот гитхаб тому же так позволяет делать то есть смотрите как ну первая часть да как это делается если вы еще не запушили то есть я лично делал такое периодически иногда бывает так что вы закомитили что-то но у меня были такие ситуации я что-то комичил в мастер пытаюсь запушить а мне говорят ну слушай тут уже другой чувак запушил перед тобой он раньше успел поэтому ты типа обламывайся давай делай мердж я делать мердж не хочу поэтому я откатываю там свой я не откатываю свой комит а у меня комит у меня то что я скомитил у меня лежит в другой ветке поэтому я беру делаю мастер таким же как там вот в удаленном репозитории и комичу еще раз мастеру ну то есть это делается через гид там команда гид reset минус минус hard потом вы указываете тот репозиторий который вам нужен мой вы должны были подключить через upstream соответственно гид reset минус минус hard reset гид reset минус минус hard upstream slash master это то что ты сделал получается и надо еще дописать дефис дефис force и вот тогда у вас получается мастер станет таким же как мой можно сделать по-другому можно сделать то же самое только взять ваш мастер сделать от него бранч и сделать просто этот гид reset минус hard upstream там мастер потому что вы этот новый бранч еще никуда не пушили и в принципе все будет окей вы откатитесь до моих комитов и потом от этого нового локального бранча делать ну соответственно новые эти бранчи и все тогда будет как бы нормально ну команду я давайте напишу еще в чат там гид reset минус минус ну то есть тебе надо подумать над тем как сохранить свою домашнюю ну ты можешь сделать от своего бранча другой бранч до него сохранить домашнюю потом снести все в первом да и вот ну сделать мерч а пример же уже аккуратненько выбрать только то что надо то есть там есть еще команда как гид мерч минус кваш он все изменения закинет сразу но он скажет еще что выбрать надо будет потом сделать гид адд ну короче позволяет выбрать те файлики которые действительно должны уйти в комит вот ну ладно если что спросите ну как бы там с гитхабом все откатывается и можно это можно просто сделать простым путем взять текстовый файлик в него скопировать бранч вообще можно удалить и закинуть снова ну то есть тебе так или иначе надо все равно восстановить мастер а как восстановишь так уже все нормально пойдет так откуда ты тогда значит а ну может быть и так тогда ну вот тогда это ну как бы тоже просто можно скопировать ну простой вариант как вообще не париться с гитом это взять скопировать файлик текстовый сделать новый бранч и вернуть все на место просто на самом деле иногда бывали такие ситуации что вот есть какая-то ветка и вот она долго долго не обновлялась потом проходит месяц там два и вот она понадобилась и хочется ее смержить и выясняется что все а там еще какие-то изменения ваши собственные и выясняется что пример же там такой огромный конфликт этих файлов что проще вот действительно взять это просто какое-то другое место скинуть и сделать новый бранч просто потому что конфликт слишком тяжелый и не стоит того быстрее это вот все действительно скопировать и вернуть назад ну вашей ситуации там все поменьше просто там когда большие мер уже там ну слишком много файлов и надо еще понимать какие изменения должны остаться какие нет а через время они еще забываются и поэтому иногда проблематично так вот значит про новую домашние ну то есть это и до завтра восьми вечера и есть новая то есть вы уже научились ходить по строке вы научились как-то парсить скобочки вот теперь похожие задачи до этого строить у вас был один класс он был статическим у вас были все поля статические все методы статическими теперь надо сделать наоборот теперь надо создать много много классов не очень много но теперь у вас не все в одном будет вместе все в разных много экземпляров создать соответственно есть вот такой вот интерфейс expression у него есть один единственный метод evaluate то есть вот надо взять ну сейчас будет следующий слайд надо будет отнаследоваться от интерфейса expression и реализовать там вычитание умножения возведения в степень и так далее и вот этот метод evaluate будет конечном итоге вычислять лениво то есть вы не момент создания экземпляра считаете результат получившийся а только тогда когда вызвали метод evaluate выглядит это примерно вот так там вот в прошедом домашние были только скобочки а тут те же другие символы появились стало красивее те же звездочки есть в общем смотрите вы берете точно такую же строчку входную input да какой-то в нем могут встречаться получается звездочки слыши как деление плюс-минус сунарный минус степень и круглые скобки какие-то константы ну и пробелы их можно просто пропустить можете для простоты еще считать что вы на ноль никогда не делите не может такого быть что в выражении есть деление на ноль и все что вам дается на вход это int соответственно вы возможно уже решали такую задачу по сути надо просто распарить эту строчку построить дерево то есть вот здесь вот например 5 плюс 5 да вот вы идете идете ну у операции есть приоритет соответственно вот 5 плюс 5 ага нашли плюсик значит слева пятерка справа пятерка вызовем там эволюет получится 10 то есть это создать экземпляр класса константа со значением 5 другой экземпляр и это все передать конструктор класса ады д потом этого всего вызовется метод эволюет и получится 10 ну вот есть второй пример до нашли умножение самый высокий приоритет тут константы ну значит складываем в это умножение где она тут вот мультипликает 5 на 2 потом оборачиваем это вычитание минус константа 1 и оборачиваем это в сложение как это примерно работает ну вот например вот так вот да что у вас например есть класс конст ну то есть вот эти класс надо будет создать да вот я уже там закинул класс конст ну формально это просто какое-то число до выражение у него есть просто в или у него с нету выливает возвращает саму себя ну является экспрессиным есть соответственно класса д д он тоже экспрессион но у него вот есть конструктор который принимает два других выражения ну и все казалось бы просто да вы их передали а потом ничего не вычисляли и потом лениво в методе выливает вызвали ну посчитали левую правую часть правую части сложили вот как булки то есть вся сложность будет с тем как вот это вот как из этой строчки научиться правильно выбирать операции с наибольшим приоритетом и создавать эти классы ну если пойти еще чуть дальше да то ну вот ну то же самое да надо сделать типа вычислить реализовать все ну пока там будет task 4 и соответственно писать тесты ну поработать примерно тогда вот просто у вас создается new там addd new const new const выливает вот типа совпало ага один плюс два три такой вот супер объектно ориентированный подход соответственно вы делаете просто то же самое да что вы идете 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 там встретили просто число ну значит это там new const если перед этим числом там был плюсик ну значит надо создать new addd этот const передать как аргумент и как другой аргумент передать что слева было от плюсика есть получается методы там рекурсивного спуска есть что-то еще рекурсию кстати вы умеете писать но рекурсия просто что метод вызывает сам себя но если вы будете вызывать сам себя бесконечно то вы упадете в стек оверфлого exception поэтому там пишется так что метод вызывает сам себя внутри метода есть какой-то if как бы если условие выполнилось то там верни какое-то значение либо просто выйди а иначе вызови сам самого себя опять примеры и курсе это например ну число фибоначчи например да что вы берете два числа у вас есть первое число есть второе и вы вызываете самого себя чтобы точнее как чтобы посчитать какое-то число фибоначчи вам надо посчитать два предыдущих число фибоначчи соответственно вы а при вызове двух предыдущих вы опять говорите надо почитать еще два предыдущих и вот так эти числа фибоначчи будут считаться до тех пор пока не придет к денечке единичку вы уже считали вот все ок, и начнете подниматься вверх. То есть методы вызываются, 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 вызываются до тех пор, пока вы не пришли к какой-то опорной точке, на которой стоит остановиться и вернуть все-таки результат. Ну то есть предлагается погуглить, как такую штуку решается. Ну вот есть ключевое слово про рекурсивный спуск, и даже на хабре там есть какая-то стену там не про джаву. Но в принципе вот вся сложность это, ну то есть надо будет создать вот эти все классы для операций и научиться парсить строчку. Ну вот, а если бы это было бы, например, в обратной польской записи, то это вообще была бы очень простая таска. Потому что в обратной польской записи вы идете, там у вас сначала идет знак, потом эти операторы этого знака, ну параметры, которые должны быть. Но тут не обратная польская запись. Там гуглиться, типа вот как, ну короче, есть в интернете. Да, я вам предлагаю просто разобраться, как это там почитать википедию, там точно это есть. И надо просто вот досоздать оставшиеся классы и научиться их вот так вот, ну делать из них композицию. То есть в конечном итоге у вас, если бы вы попытались написать тест руками, то у вас появилась бы большая-большая такая лесенка, там ADD, там в нем еще какое-то ADD, там еще, 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 там что-то умножить, там константы. И один-единственный метод evaluate. То есть вот сделать классы и вот сделать из них композицию. Ну вот как бы и все. Но просто эту композицию вы будете делать программно во время парсинга выражения. Ну входной строки вот этой. Вот это про домашнюю. Все, собственно, есть этот все еще чат, есть там канал. Если есть вопросы, вопросы. Если нет, то все. Спасибо за внимание.